В этот день 10 октября 1503 года в Москве монахами было выделено вещество, которым первоначально обрабатывали раны. Это была русская водка. 10 октября 1794 года русская армия под командованием графа Суворова разбила близ местечка Мациевцы польские отряды, взяв в плен лидера повстанцев Тадеушу Костюшко. 10 октября 1919 года страны Антанты совместно с США объявили экономическую блокаду Советской России. 10 октября 1963 года вступил в силу так называемый Московский договор. Он диктовал запрет ядерных испытаний в воздухе, космосе и под водой. 10 октября 1932 года в СССР вблизи Запорожья состоялось открытие Днепрогэс имени Ленина. Со всей страны ГЭС шли эшелоны с делегатами от разных организаций, чтобы приобщиться к столь грандиозному событию, открытию крупнейшей в Европе гидроэлиперостанции. Из воспоминаний свидетели событий. Два дня шли банкеты в ресторанах на правом и левом берегу. На столах большой выбор блюд и вина из подвалов Массандра. Демократия была полная. Рядом с прославленным комбригом сидел рядовой колхозник. С академиком чокался монтажник. Американского консультанта Хью Томпсона открытие Днепрогэса впечатлило. Я никогда не забуду минуты, когда монтаж машин Днепрогэса был закончен. И Винтер взялся за рубильник, чтобы пустить первый топ. Я сказал ему, мистер Винтер, суд готов. На глазах у него были слезы. Мы расцеловались по-русскому обычаю. Открытие станции могло состояться на 10 дней раньше. Но высокое начальство рекомендовало объединить пуск с днем рождения начальника стройки Александра Винтера. Сказан и сделан. На открытии ждали и Сталина, но тот ограничился поздравительный телеграмм. Событие было нерядовое с политическим звучанием. И Днепрогэс назвали в честь товарища Ленина. Собственно, Владимиру Ильичу станции не обязаны своим появлением. Его строительство проходило в рамках ленинского плана электрификации. Фото и репортажи закрытия ГЭС были на страницах крупнейших мировых изданий. Построение Днепровской станции является триумфом техники, которой могла бы гордиться каждая страна, писала американская газета New York Evening Post. Длина дамбы 760 метров, высота 60 метров. Это параметры Днепрогэс. Размеры, конструкция, архитектура и даже отделочные материалы были выбраны с той целью, чтобы поразить воображение любого человека. Прежде Сталину предложили два проекта. Автором первого был выдающийся инженер-энергетик Генрих Графтио. Автором второго был его ученик Иван Александров. Казалось, у последнего нет шансов на победу. Проект Графтио был современнее, экономичнее, проще. Предполагалось, выработка электричества на 30% больше. По плану нужно было построить три плотины меньшего размера, что позволило бы избежать затопления огромной территории, на которой проживали 50 тысяч человек, где было много уникальных архитектурных памятников, храмов, кладбищ. Но Сталин выбрал проект Александров. С одной плотиной, но от ровно. Вождю, прежде всего, был нужен символ победы коммунизма над капитализмом. И чтобы его построить, Сталин согласился прибегнуть к помощи тех самых проклятых капиталистов. Турбины ГЭС купили у американской фирмы Ньюпорт Хьюз. Чтобы получить необходимую сумму, было решено продать часть экспонатов Эрмитажа. Кроме того, на покупку оборудования шли средства, полученные от продажи зерна. И это, несмотря на страшный голод на Украине, по Волжье и некоторых других регионах. Иностранные специалисты, американцы и немцы, удивлялись энтузиазму советских рабочих. А удивиться было чему. Бригада Михаила Грунина собрала пятую турбину за 23,5 дня, тем самым побив американский мировой рекорд. Водолаз Орлов провел под водой более тысячи часов, за что получил боевой орден Красной Звезды. Строители Днепрогресса зачастую работали в тяжелейших условиях, например, круглый год не селить бетон ногами. Американские консультанты даже заключали пари, как долго выдержат люди такую каторжную работу. Когда энтузиазм рабочих, а их было до 90 тысяч человек, заканчивался, они подбадривали себя водкой. Руководитель строительства Александр Винтер отправил телеграмму правительству УССР. Прошу запретить продажу водки во всем районе. Но, конечно, обо всех сложностях строительства жителям СССР никто не рассказывал. Советские писатели и поэты возносили стройку до небес. Советские детишки во всех концах страны декламировали стихи о трудовом подвиге народа. Каждый молот, каждый дерек, каждый кран и каждый лом строят солнце над днем.